Они прям невесомые. Каменные. Кислинка на тебя наплывает. Очень вкусно. Всем привет, с вами Наташа и Руслан, и в этом видео мы будем пробовать экзотические фрукты. У нас здесь есть сушеные фрукты, диедрированные, или по-другому, сублимированные, как вам больше нравится. Даже есть вот какие-то конфетки. Давайте тестировать. Расскажем вам, что здесь вкусное, что невкусное, а вы потом, если захотите, вы сможете это легко найти в интернете и приобрести. Итак, начнем. И с чего же мы начнем, Наташа? Право выбора даю тебе. У нас здесь два джекфрута, и так как это твой любимый экзотический фрукт, давай с него. И, кстати, кое-что такого бренда мы уже пробовали в предыдущих видео. Это был батат, который нам не понравился. Кстати, если не смотрели видос, то посмотрите. Вот здесь по подсказке. Интересно, что с джекфрутом. Может, он у этого бренда неплох. Я пробовал вот именно такой джекфрукт. Находил в Москве, покупал. Я купил его уже со знанием дела. Он 100% вкусный. Но, на всякий случай, перепроверим прямо сейчас вместе с вами. Это перетест. Вкусно пахнет. Да, нормально пахнет. И он прям совсем сухой. Вы, наверное, слышите по тому, как кусочки падают, как они шевелятся, что они прям... Каменные. Но они легкие, при этом очень леденькие и сухие. Вкусненько. Очень даже. Знаете, чем хорошо это видео? Все это не просто вкусно, еще и полезно. Потому что в большинстве упаковочек нет добавок сахара. Это просто сушеные фрукты. Как они есть? Они сами по себе сладкие. Вот здесь в составе джекфрут и растительное масло. Кстати, и называются это чипсы из джекфрута. Вьетнамские. Да, это именно тот джек, который я пробовал. Вкусные, мне нравятся, поэтому я их взял еще раз. Я даже экспериментировал. Я клал вот такой сухарик в воду, и он прям разбухал и превращался прям такой джек у вас дома. Я вспомнила, мы так делали, он становился мягеньким, как будто он натуральный, а не сушеный. Смотри, это у нас были чипсы, а это позиционируется как джекфрут сушеный. Мне кажется, он будет более мягкий. Это, кстати, бренд Кинг. Как видите, здесь много таких баночек. Они разные граммовки. Вот это прям полкило. Есть по 350 грамм. И стоят они примерно от 350 рублей. Да, баночки не дешевые, но мы их брали из соображения, что с чаем такой натуральный продукт будет очень круто употреблять. И плюс он может долго храниться. Вот здесь в составе только джекфрут сушеный. Никаких добавок вообще, даже масла. Сахара тоже нет? Вообще, я же говорю, это очень все натуральное. Здесь только фрукты. А, открой, пожалуйста. Слушай, пахнет, что там есть сахар, как будто. Нет, просто та же курага, она же тоже кажется супер сладкой. Это прям консистенция кураги. То есть он не совсем сушеный, он мягенький. Мне кажется, мы подобны манго ей. Даже, мне кажется, от манго тяжело отличить. Похоже на манго, да. Но сахар, как будто реально есть сахар здесь. Не знаю. Да не может быть такого. Просто в таком составе, например, изюм, он же тоже такой супер сладкий. Здесь прям налет есть. Это его естественный сахар, фруктоза. Ты хочешь сказать, джек настолько сладкий, когда ты его ешь? Нет, когда он немножко посушен. Короче, с чаем тема крутая, но я не могу сказать, что я прям очень сильно чувствую джек. Если бы это было манго, я бы не заметил разницы, джек это или манго. И все-таки мне кажется, что сахар здесь есть слишком приторно, но с чайком нормально будет. Я верю, что сахара там нет. И вкус джека, он раскрывается в конце. Все равно есть послевкусие, отличить от манго можно. Так, едем дальше. Кстати, я бы попробовал. Давай, да, дуриан. Дуриан дегидрированный. Интересно, будет ли это похоже на дуриан по вкусу? По запаху, наверное, будет дуриан. Раскрывай скорее вкусняшку. Я бы сейчас не отказалась настоящий заточить. Смотрю на него на фотографии, слюнки текут. Ну, походу, надо будет ехать покупать снова. Не-не, это too much, это слишком дорого. Внутри пакета еще один пакет. Ничего себе, как это выглядит. Это просто такие сухие кусочки. Они прям невесомые. Да, это прям сухие-сухие кирпичики. Из дуриана просто забрали все соки. Ну, пахнет дурианом, но не прям сильно. Учитывая то, что дуриан воняет, легкий запах – это странно. Видимо, реально все из него высосали. Похоже на какую-то халву. Я думаю, просто вместе с жидкостью улетучился и запах. Он здесь есть какой-то, но прям чувствуется концентрированным. Это вкусно. Очень похоже на дуриан. Очень-очень. Как будто, когда вот эта сухая субстанция соединяется со слюнкой, получается настоящий дуриан. Не хватает, конечно, нежной кремовой консистенции, как всегда, для идеала, но вкус прям тот. Называется, я кусаю по чуть-чуть и выбрасываю тысячи комментариев. Руслан полностью заполняет рот и долго-долго наслаждается, и только потом выдает вердикт. Ну, чтобы у меня все вкусовые рецепты почувствовали. Мне вкусовые сосочки. Руська, верни упаковку, пожалуйста. Чек, ну, состав. Мы должны убедиться, что сегодня здесь все полезно, а если что-то не полезное, мы об этом скажем. Да, здесь состав тоже натуральный, сушеный дуриан. Крутая тема, но из-за того, что из него вытащили всю влагу, ну, что-то немножко не то, но он прям максимально передает дуриан. Прям натурально, не чувствуется никакого какого-то там лишнего сахара, там еще что-то. Здесь явно только дуриан, ничего туда не добавили. Было бы это еще таким нежным, было бы супер. Давай сделаем дуриановую паузу, у нас здесь есть еще два продукта. Чем-то разбавим, например, сушеный маракуйя. Мне очень интересно, как вообще вот эту консистенцию маракуйи можно было засушить и что-то из нее сделать. Потому что она супер жидкая же, по сути. Жидкая, кислая, кстати. Ой, сейчас будет кислая, наверное. Нет, я думаю, что как раз в таком виде, в сушеном, будет вот сахар выделяться. Угощайся. Ну, у них как-то получилось достать такие большие кусочки из панцирей. Кисловато. Ну и сладкое одновременно. Да потому что они 100% добавляют сахар, я тебе прямо уверяю. Там есть сахар по-любому. Ну, не могут они так обманывать. Я считаю, что они добавляют. Это все фруктоза, естественный сахар. Нет, Джек, он не такой сладкий. Что-то с ним не сделай, он не будет такой сладкий. И маракуйя, она и не такая сахарная. Вот, напишите в комментариях, мне кажется, что когда фрукты в таком виде, они становятся более сладкими, чем они в реальности. Нет, я уверен, что здесь либо трудности перевода, либо они просто решили не указывать. Скорее всего, эти этикетки еще во Вьетнаме изготавливали, и они сюда такие приезжали. Везде написано 100% натуральный продукт. Ну, он натуральный, но сахар-то там есть. Ну, сахар натуральный, свой, там фруктоза, там нет добавления обычного сахара. Да я чувствую, что ты мне будешь говорить. Мне кажется, наши подписчики знают, как дела обстоят на самом деле, и нас рассудят. Ну, ты хочешь сказать, ты не ел ту же самую курагу, которая вот чисто прям кислая, а не сладкая. А это значит плохой сорт. Ну, например, изюм же намного слаще, чем сам виноград. Тоже смотря какой сорт изюма, Наташа. Я очень хотела попробовать вот это. Это сушеное анона или кремовое сметанное яблоко. Это вообще сам по себе очень вкусный фрукт, мы его любим, и он супераппетитно выглядит в этой баночке. Просто когда уже знаешь, что у этого фрукта такой вкус мороженого, то уже примерно понимаешь, как будут на вкус эти кусочки. Прикол, помнишь то, что косточки нельзя есть? А здесь косточки везде есть. Да, поэтому надо быть аккуратными. Никакого предупреждения нет. Косточки мы читали, то что они прям вредны для человека, их ни в коем случае нельзя глотать. Мне очень нравится. Вкус сладко-кисленький, такой немножко кремовый. Очень приятный. Я думаю, это мой фаворит. Может, ты по маленькому кусочку будешь брать? Я хочу прям полностью испытать этот вкус. Если маленький, его толком не почувствуешь. Очень вкусно. Как будто даже какой-то уже конфетный вкус. Как будто яблоко в сливках. Соглашусь с Наташей, из всех вот этих сушеных видов, это самая крутая штука. Пока. Мы еще не дошли до конца. Но и опять же, это другой бренд. Может быть, они делают круче? Очень вкусно. С кислинкой. И прям похоже на настоящий фрук. Он прям еще с вкусом по-разному так разливается. Сначала он такой какой-то кремовый мороженый издалека отдает. Потом кислинка на тебя наплывает. Потом сладость какая-то. Короче, крутая штука. Я думаю, я бы такой взяла еще раз. То есть, это тот продукт, который я с радостью еще раз куплю. Но это мы сейчас говорим из фаворитов. Вот именно из вот таких сушеных баночек. Едем дальше. Че, папайю пробуем сушеную? Не, давай тоже немножечко миксанем. Попробуем конфеты дуриановые. Это конфеты? Да, это ириски. Когда-нибудь пробовали? Дуриановые ириски. Ириски, которые пахнут сероводородом, тухлыми яйцами, носками грязными. Армана разрекламировала продукт. Ты наоборот должна говорить, что дуриан – это самое чудесное и невероятное. Чтобы побольше его было у нас в России, чтобы привозили его, чтобы люди покупали. И он стоил все дешевле, дешевле, дешевле. И был доступен прям как бананы в любой пятерочке. А ты так какой-то ерунды наговорила про дуриан, Наташа. У меня есть, кстати, приличный состав. Я думала... Приличный что, значит, с моим пониманием? Я думала, что это химия редкостная, потому что это конфеты. Но здесь, в принципе, кокосовое молоко, какая-то мальтоза, может, это и есть химия. Что такое мальтоза? Белый сахар и дуриан. Дуриана, кстати, 0,1%. Здесь в основном кокосовое молоко. Так что эти ириски застоят из молочка кокоса. Открыл. Вот тебе конфетка и мне конфетка. Милая маленькая конфетка, но вновь все в разных упаковках с кучей пластика. Еще внутри упаковка. О, боже. И она еще такая пластиковая. Прям контейнер. Смотрите, здесь как будто еще пакет, но Руслан сказал, что это тает во рту. Я тебе поверю, окей? Ой, я бы сейчас просто... Пломбы выйдут из чата. Все липнет к зубам. Катай по небушку. Это очень тяжело есть. Она какая-то очень молочная. Пока какого-то вкуса такого не ощущаю. Не сладкая она. Странная какая-то конфетка. Во-первых, мне неприятно, что она везде прилипает, но это как бы ириска, окей. Она супер молочная. Лучше бы я взял ириску золотой ключик какой-нибудь. Кис-кис. Знаете что? Кокосовое молоко растекается у меня повсюду, но оно затхлое. У меня ассоциация. В детстве, помню, папа привозил откуда-то кокосовые орехи. И они стояли как декор. И от них пахло затхлым таким ароматом. Вот сейчас во рту этот аромат. Помню, даже не хочется доедать. А дуриан я практически не чувствую. Соглашусь с коллегой. Так все конфетки, поэтому дальше я их даже разжевывать не буду. Не берем такие, не советуем. Я тоже их хочу попить и почистить зубы. Все, мы вернулись, продолжаем. И я предлагаю папайю отпробовать. Давай. Мне кажется, папайя будет очень похожа на джекфрут по консистенции. Да они друг на друга все, в принципе, похожи, вот эти сушеные. Вот именно этого бренда. Не все. Вот здесь у нас будет кое-что необычное. Или нестандартное. Не понимаю, на что запах похож. Но не папайя. Русик 15 раз понюхал. Ну попробуй. Вот из банки нюхни. Пахнет как будто какими-то конфетами желейными. Нет, не желейными. Хотя нет, нет, не знаю. С виду как будто куски моркови. Странный запах, я даже не могу его описать, на что это похоже. Нормально. Ну это вкусно, как я считаю, это натурально. Сладенькое к чаю нормально. Но ничего супер необычного. Папайя особо не ощущается. На что это похоже, вот кроме кураги? Какие-то вот такие сухофрукты тоже продаются. Не могу понять на что. Даже по запаху похоже. Какие-то вот обычные такие сухофрукты. Я только не помню, что помимо кураги мы такой покупали. Мы покупали манго. На манго тоже похоже. Ну все равно, этот бренд мне не особо заходит, если честно. Какая-то у них странная засушка. Сахара много откуда-то появляется. Русик хейтер. Русик хейтер? Нет, мне не зашел. Не зашел. Ну смотри, здесь у нас еще есть петахая красная. Это драгонфрут. Драгонфрут того же бренда. Ну давай зачекаем. Но выглядит совсем по-другому. Выглядит как сухие кусочки. Ну потому что сам драгонфрут, он отличается от папайи и так далее. В нем очень много косточек. Вот драгон, ты наверное помнишь, что он вообще практически не сладкий. Просто по нулям. Если сейчас и здесь будет тонна сахара, то явно что-то не то. У этого бренда еще не везде есть хвостики. Тоже минус им за это. На крышечках он имеет. Так интересно, все кусочки проложили какой-то этой слюдой. Снова куча ненужного пластика. Видимо, решили, что они склеятся без этого. Он все-таки не сухой, как я предполагала. С виду он был похож прям на чипсинку. Да, у него такая мягкая консистенция. Это драгонфрут красный. По вкусу белый и красный лично я не особо различаю. Мне нравится. Знаете, вот тут сразу чувствуешь, что это драгонфрут. Ждем вердикт Руслана. Вот это мне прям очень зашло. Нету здесь сахара. Консистенция очень крутая. Он такой мягкий, такой вязкий. И вкус такой насыщенный. Чувствуется, что прям натуральный продукт. Ничего лишнего нет. Только петахая. Даже, наверное, можно сказать, что вкуснее, чем оригинал. Хотя оригинал я тоже люблю. Просто здесь вкус как-то понасыщеннее. Или вот сейчас даже немножко прочувствовал, как будто... Может быть, есть сахар, но не так, как в других вот этих сушеных фруктах. Да нет, здесь сахара нету. Просто все в концентрации. Все вот такое вот, более насыщенное. Это тоже рекомендую. Это максимально рекомендую. Это очень круто, очень необычно. Я даже сейчас съем еще один кусочек. И выглядит прям классно, да, так необычно? У этого бренда Dragon можно брать. Dragon Fruit у них очень удался. Они молодцы в этом плане. Итак, у нас осталось конфеты Mango и конфеты Durian. Я за Mango. Потому что очень интересно попробовать эти яркие кубики. Здесь, кстати, нет состава. Поэтому я без понятия, натуральный он или нет. И еще интересно то, что это бренд EXO. А EXO это мороженое, которое у нас в России продается. Так что они как-то коллаборацию замутили с азиатами. Так может быть, EXO к нам как раз из Азии пришло. Может быть. Но тут написано... Не знаем настолько глубоко этот бренд. Тут написано, что это для VIP-конфетки. Вот мне кажется, здесь как раз они полностью обсыпаны сахаром. И я хочу сказать, что здесь ни единой информации нету о составе, ничего. Тут просто QR-код. Мы уже проверяли. Там ссылка на WeChat. Азиатская программа. И все. Может быть, там есть подробности. Но вот так вот на этикетке ничего про состав не написано. Занюхаем. Ох, пахнет очень сладко манго. Наверное, это ароматизатор. Без чая очень тяжело. Мне кажется, это все будет есть. Это желейная конфетка со вкусом манго. Какой там процент натурального фрукта, никому неизвестно. Она такая резиненькая. Вкус какой-то мне даже дает, не знаю, какое-то машинное масло даже немножечко. У тебя нет такого? Коротко об ассоциациях Руслана. Ну, он как-то ненатурально звучит вкусно. Да нет. Для меня просто манговые желешки, обсыпанные сахаром. Подумай о машинном масле, нет? Да у меня вообще нет ассоциаций с машинным маслом, потому что я его в жизни своей нюхала, когда... Хорошо, помада какая-нибудь завалявшаяся. Нет, на вкус пробуй. Сейчас так звучит, как будто я помаду завалявшуюся на вкус пробовал. Кстати, а ты откуда знаешь, как пахнет? Знаете, что самое смешное? Что если в банку нюхать, то там реально пахнет завалявшейся помадой. Ну, у тебя, походу, находил какой-то. А на вкус? Ну, отгрызи. Вот пойдем, я тебе сейчас помаду завалявшуюся принесу и манго. Нет, ну то, что эти конфеты не супер натуральные, это факт. Поэтому здесь может быть какие-то привкусы и так далее, но в целом они приятные. Ну, в целом лучше купить все-таки сушеный манго, чем эти конфетки. Ну, зато прям тут манго чувствуется прям вкусное. Это конфеты вкусные. Если вы любите, тем более, желейные конфеты, ведь они в магазинах продаются со всякими вкусами, то почему бы не взять желейные с манго? Неплохие. Ну, не забываем, что здесь много сахара. Здесь гораздо больше сахара будет, чем в желейных медведях тех же самых. Ну, это не факт. Это надо провести лабораторную экспертизу. Желейные мишки топ, кстати. Вот были бы желейные мишки с манго. На заметку Хариба. И у нас остался снова дурианчик. И это какие-то конфетки. Интересно. Они тоже желейные, Русик. Эти тоже будут пахнуть помадой залежавшейся? Ну-ка. Ну, сейчас зачеким. Бренд-то другой. Может быть, эти получше делают. Здесь, кстати, есть состав. И он удручающий. Здесь все. Есть и сахар, и различные консерванты. Только дуриан, наверное, забыли положение. От дуриана, друзья, здесь только ароматизатор. Возможно, с манго все так же печально было. Конфетка с аппетитными кусочками дуриана на упаковке. От него, по сути, только запах. И тот ненатуральный. Вот такой кирпичик мармеладный. Мармеладка с запахом дуриана. Сладкая, вкусненькая довольно. Но я небольшой любитель такого мармелада. Поэтому, не знаю, я бы второй раз не купила, наверное. Неплохой. Получше тех ирисок будет. Но, правда, на один раз. Типа вот мы попробовали их с чайком-то, может быть, иногда будем пить. Но не так, чтобы несколько раз это покупать. Ириски, к примеру, мы точно доедать не будем, а это доедим с чайком. Итак, фавориты этого выпуска у вас на экранах. Как видите, нам больше всего понравилось анона, петахая. Мы вам очень советуем их приобрести. Прям вкусняшки к чаю. И, как я считаю, без сахара. И русика фаворит. Это, конечно же, джекфрут сушеный. А твой фаворит тебе не нравится, что ли? Мне тоже нравится. Но я его немного побаиваюсь все равно есть. Из-за своей аллергией на натуральный джекфрут. Поэтому я, наверное, больше голосую за дуриан. Он тоже очень вкусный оказался. Супер-мега сушеный, но похож на настоящий. Но не забывайте, что дуриан это такая специфическая вещь. Если вы его никогда не пробовали, то очень вряд ли вам понравятся такие снеки дуриановые. Да. Поэтому ваш выбор, скорее всего, вот здесь лежит. Это понравится с первого раза, мы уверены. На этом все. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Ставьте лайк, если вам понравилось, пишите комментарии о ваших впечатлениях, рассказывайте, что вы пробовали из этого. До встречи в новых видео и всем пока! Пока!